Западные ребята с Запада, и не только с Запада, которые хотят сражаться за Украину, уже в Украине? Да, уже первая группа иностранных добровольцев прибыли в Украину. Я не могу сказать, чем они где занимаются. Думаю, что в этом нет смысла, но они есть. Это реальные люди. Я тоже с такими людьми уже сталкивался, по счастью. Могу сказать, что это действительно люди, те, кого я видел. Это люди, которые заслуживают самого высокого уважения. Это очень достойные люди. И я уверен, что они сделают все для того, чтобы нам помочь. Прямая встреча президентов Зеленского и Путина может как-то повлиять на окончание войны? После того, как все вышло за рамки переговоров права, политики и морали, все решает прежде всего сила. Переговоры будут эффективными, когда мы сможем остановить и нанести большие потери армии Путина на всех направлениях. Вот тогда дипломатия станет эффективной. Я говорил об этом и до войны много раз, что сделать дипломатию эффективной может только наличие за ней реального ресурса силы. Если силы нет, то переговоры не могут быть эффективными. В данном случае Россия вела 8 лет войну и терзала нас, понимая многие наши проблемы и слабости. То же самое они пытаются сделать сейчас. Но они пытаются… Ошибка главная Путина в том, что он пытается терроризировать Зеленского, терроризировать руководство Украины. А в этом нет особого смысла. Войну ведет народ Украины. Это народ Украины избрал власть, народ Украины ведет войну, народ Украины строит украинскую нацию. И запугать весь народ невозможно. Власть, которая позволит себе дрогнуть в этой ситуации, сдать национальные интересы, или станет быть властью. Путин еще, может быть, этого не понимает. В России нет гражданского общества, нет свободы. Они пока еще рисуют себе картинку спецоперации, что они борются с националистами. Какими-то отдельными националистами. То сям, то там. Но уже 16 дней небольшие группы националистов, по словам Путина, успешно бьют российскую армию на всех фронтах. Националисты, как мы видим, их тут десятки миллионов оказались. Но Россия пока еще этого не замечает. Но гробы идут туда уже многими-многими сотнями. Но, видимо, чтобы заметили, нужно, чтобы шли тысячами. То есть, Россия повторяет сценарий Афганистана. Юр, как тебе кажется, что у Путина сейчас в голове? Вот на что он готов дальше идти? Смотри, у Путина в голове сейчас создание Советского Союза и создание сферы державы, которая будет пугать весь мир. То есть, такого самостоятельного центра силы. Поэтому он давно вышел за рамки рационального и за рамки прагматики. Это чистый Советский Союз. Вот и видно, что все его комплексы проигранной холодной войны, они у него в голове сейчас. Это чистый нацизм, потому что мы видим аналогию. Гитлер пришел к власти, одержимый идеей, что германская армия побеждала в Первой мировой войне. И ей нанесли удар в спину. А так бы она ее выиграла. Так и мы видим, что подполковник КГБ Путин тоже считает, что холодную войну мы проиграл, а Советский Союз проиграл по ошибке. Нанесли удар в спину, глупые политики. А так все хорошо шло. А вот мы сейчас применим силу, применим армию, будем стрелять, не побоимся стрелять. Не будем миндальничать, как в Чехословакии в 68-м году, а мы будем сразу бить, сносить города артиллерии, авиации и всех пугать. Будем как в Чечне, как в Сирии. Поэтому, естественно, в этой логике ничего прагматичного нет. Это такое... Путин, как и Гитлер, это такое психически больное мессианство. Когда человек получает неограниченную власть, со временем эта власть, как в фильме «Властелин колец», просто сводит его с ума. Потому что она бесконтрольная, человеком начинают владеть какие-то фобии, мании. Ну, а заметьте, его же психические отклонения, они же очевидны даже по этому его длинному столу для переговоров. Стол для переговоров, как там между ним выставлена специальная такая система защиты, озонирование воздуха, чтобы никакая бацилла даже за 8 метров не долетела. То есть, мы видим, насколько это одержимый паранойей человек. Чистый гитлеровский комплекс. Все говорят, что к концу уже Второй мировой Гитлер просто вел себя и выглядел как абсолютно сумасшедший человек. Здесь тоже самый эффект. Вот эта одержимость, готовность переступить через трупы десятков тысяч людей абсолютно спокойно. Без всяких вообще вопросов. Безусловно, говорит о том, что искать в голове Путина прагматизм, здравый смысл, рацио абсолютно невозможно. Этого нет. Идет война с нацистским режимом, который готов всех, кто не зигует на букву «З», всех этих людей готов уничтожить, выслать, выгнать. Либо убить. Поэтому, естественно, не нужно ждать того, что сейчас у Путина в голове что-то произойдет. Он вышел сейчас за рамки всех норм, всех правил. Его бесит только одно. Он хотел Блицкрига. Мы, украинские военные, захватили оперативные документы целого ряда российских соединений. Мы четко понимаем, не просто догадываемся, у нас есть четкие данные, их собственные планы. Они планировали быстро, в течение двух дней окружить Киев, окружить Харьков, выйти, уничтожить всю нашу военную инфраструктуру, авиацию, ПВО. Ну, и заставить прекратить организованное сопротивление. Все эти планы уже провалились. Уже не получится маленькая война. Не получится тот самый, как мы с тобой говорили уже, то, что Байден говорил в декабре 2021 года на пресс-конференции знаменитой про войну в Украине, будущую. Он сказал, что у нас дискуссия идет в НАТО, что такое small incursion, что такое маленькое вмешательство в Украину. Как реагировать на маленькое вмешательство? Он говорит, что на НАТО идет дискуссия. И мы видим, что Путин так и хотел представить войну как спецоперацию, как такое small incursion. То есть, чтобы никто не успел среагировать, чтобы НАТО не успело собраться. Не было плана действий, не было противодействия. Все сказали, ну, там уже другая власть. Они уже сами согласились, что проиграли. А зачем мы будем вводить санкции? Они же уже проиграли, они сами хотят мириться с Путиным. Они же не могут ему оказывать сопротивление. Давайте посмотрим, маленькая Украина, большая Россия. Но так не вышло. То есть, Путин проиграл на третий день войны. 26 февраля стало очевидно, что Блицкрига не будет. Он провален на всех основных оперативных направлениях. И теперь Россия попала вот в этот чумной барак. Украина отправила Россию в чумной барак цивилизации при поддержке Запада. Поэтому сейчас идет борьба, и Путина больше всего бесит, что мы продолжаем сопротивление, мы продолжаем уносить потери. Мы заставляем российскую армию действовать осторожно. Она уже боится заходить в города, потому что ее там перебьют. И они понимают, что нужно действовать по-другому. Они меняют тактику. Они уже понимают, нужна тотальная война, как в Чечне и в России, которую они вели. Просто тотальное разрушение. Поэтому сейчас мы ведем войну, как мы уже в открытом бою сможем остановить, уничтожить, перемолоть российскую регулярную армию. Вот сейчас идет борьба только за это. Как только они понесут невосполнимые потери в технике и людях, они остановятся, и тогда сможет работать дипломатия. Юра, как тебе кажется, могут вдруг неожиданно наши войска войти в один из городов Донбасса? Или вообще оказаться на территории России и нанести удары? Мы можем сделать многое. Но я думаю, что в данном случае для нас важно, чтобы мы наносили удары, защищая свою землю. Наша война справедливая. Наша война освободительна. И нам сейчас необходимо, чтобы весь мир видел, что мы, то, что мы делаем, это абсолютно моральные, это абсолютно честные, справедливые шаги. Поэтому я не думаю, что сейчас речь идет о том, что нам нужно где-то переходить границу. Мы нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории РФ, по авиабазе в Миллерово, откуда вылетают самолеты бомбить украинские города, убивать мирных жителей. Такого рода удары действия возможны. Напоследок, Юр, скажи, пожалуйста, вот сегодня, спустя уже столько дней после начала войны, ты оптимист? Я оптимист, потому что я украинец. И я буду со своим народом, для меня это большая честь. Я горжусь, что я украинец. И, конечно, сделаю все для нашей победы. Продолжение следует...